Всем доброго времени суток! Давненько у нас 3D файтингов не было, не правда ли? А ведь самое время, 96-й год, расцвет 3D, так сказать. Вот и Sega, видимо, также подумала и продолжила делать то, что она успешно делала все эти годы. Прорывные и эффектные аркадные игры. После успеха Virtua Fighter и Fighting Vipers, ну и немножечко Соника, они решили хувать железо, не отходя от Хаса, так сказать. И пока подразделение AM2 корпело над триквелом к Virtua Fighter, другому подразделению AM3 было поручено создать еще один 3D файтинг. Коим стал Last Bronx, вышедший в июне 96-го года на аркадных автоматах Sega Model 2. Новая игра взяла за основу уже знакомый нам Virtua Fighter, кое-что подретушировала, но при этом сильно выделилась на его фоне. Достигла игра такого благодаря стилистике, графическому оформлению и дизайном персонажей и локаций, которые крутились вокруг нового продуманного сюжета. Sega решила не особо много менять геймплей. И в целом правильно, раз он работает, зачем его менять. Вместо этого они сосредоточились на том, чего в Virtua Fighter нет и по сей день, продуманного сюжета, сеттинга и персонажей. За основу взяли популярную на тот момент в Японии тематику молодежных банд. Это видно в дизайне локаций и в самих персонажах, что привлекало внимание. Причем Sega взялась за это прям вот основательно. Игра очень активно продвигалась практически по всем фронтам. Появилась манга, причем даже несколько штук. Выходили всякие гайды, драма-сиди, на VHS выпустили документалку о создании игры. Если быть более конкретным, о том, как осуществлялся Motion Capture. Да, игра с ним работала. Был даже, вот тут вот присядьте, полноценный полуторачасовой лайф-экшн фильм по ней. Он, правда, лютый трешак, но если вас интересует, его полностью можно найти на ютубе. Правда, перевода там нет даже на английский, но если у вас есть желание, можете ознакомиться. По итогу, в Японии игра получила даже некий культовый статус на тот момент. Вот на Западе, к сожалению, была прям противоположная ситуация. Во многом из-за того, что там было всем начхать на каких-то, как им казалось, безымянных панков, байкеров и прочую шпану. Да, это была, конечно, не просто шпана, но в самой игре сюжета не было ни капли. А так как ни манго, ни гайдбуки, ни тем более, прости господи, фильм до Запада не дошли, то и особой популярности игра не сыскала и в итоге оказалась забыта. Хотя порты там тоже выходили. Собственно, портом на Сатурн занялись буквально через пару месяцев после выхода аркадной версии, увидев ее ошеломительный успех. Игра выжимала из железа Model 2 все соки, и даже сейчас смотрится очень даже внушительно. Сатурн без потерь такое не потянул бы вообще никак. Поэтому пришлось пойти на жертвы. Однако разработчики правильно расставили приоритеты. Они сохранили 60 кадров в секунду, правда оригинальная аркадная версия шла в странные 57,5 фпс, но это не суть. И плавное движение персонажей, значительно понизив детализацию задников, по сути сделав их 2д, теней и зачастую вообще убирая элементы уровней. Но и естественно модельки самих персонажей тоже претерпели значительные изменения. Зато геймплей был перенесен без потерь. Более того, в Сатурн версию было добавлено множество дополнительных режимов. Выживание, тайм-этэк, тренировка и мой любимый режим комп на комп. Но самое главное добавление это Сатурн режим. Новый измененный сюжетный режим, о нем чуть позже. Также добавили анимешное интро и концовки всем персонажам. Данный порт вышел в 97 году, а годом позже вышел порт для ПК. Он обладал всеми плюшками Сатурн версии, ну минус режим комп на комп. Зато там появилась возможность играть по сети и сохранять свои бои для последующего просмотра. Самое главное, там были графические настройки для разных компов. Поэтому там можно было вернуть всякие графические излишества, которые были вырезаны в Сатурн версии. Делая данный порт, по сути, аркейд перфект. Но на современных компах эта версия работает вот так. Если вы знаете решение для данной проблемы, пишите пожалуйста в комментариях, я закреплю. В 2006 году в Японии в рамках переиздания Sega Ages был выпущен новый порт Лаз Бронкс на PlayStation 2. Это прямой порт аркадной версии. Дополнительного сюжетного режима или анимешных катсцен тут нет. Зато есть выживание и прохождение на время. В качестве бонуса тут есть всякие галереи с артом, прослушка саундтреков, а также забавные режимы, например режим больших голов или режим высоких полетов. Версия забавная, по сути аркейд перфект, но в Сатурн и ПК версиях технически больше контента. Но давайте уже перейдем к игре. Итак, несмотря на вид, это преимущественно 2D файтинг. Сайдстепа здесь нет, а 3D выражается либо специфичными приемами, либо перекатами из положения лежа. Бойцы могут дэшить вперед-назад, если расстояние большое, то могут и побежать. Прыжки, в контраст к Virtua Fighter, очень быстрые и невысокие, ближе к 2D файтингам. Управление трехкнопочное, тут велосипед изобретать не стали. Блок, удар, пинок. У всех персонажей есть свои наборы базовых атак, комбо-связок, бросков, атак полежащим, ну и так далее. Все как в Virtua Fighter или Fighting Vipers. Но свои интересные решения в игре тоже есть. В первую очередь вы можете заметить, что все бойцы с оружием. В основном это влияет на дальность, хоть и не критично. Второй момент это ограждения на уровнях. Но в отличие от Fighting Vipers их нельзя разрушить. Зато на них можно запрыгнуть и прыгнуть на врага. Ну или самовыпилиться из боя, нажав все три кнопки и старт. Наверное, самая главная фишка игры это кнопка блока. Она позволяет отменять почти любой свой прием для обмана соперника. Если вы нажмете блок в любой момент анимации вашей атаки, до того, как она коснулась соперника, она тут же прервется и персонаж вернется в нейтральное состояние. С компом, естественно, такая обманка не проканает никогда сама собой. А вот с реальным игроком будет довольно интересным решением. Также вы, возможно, обратили внимание на таймер. На бой тут дается довольно мало времени. Все из-за очень высокой динамики. Персонажи двигаются очень быстро, наносят удары практически молниеносно, да и урон от комбуха заставляет задуматься. Игра научит вас блокировать. Радует, что в такие моменты управление практически идеальное. Четкое, простое и отзывчивое. Есть даже буфер для комбо-связок, что тоже не может не радовать. В Сатурн и ПК-версиях в тренировочном режиме даже дают примеры различных комбо-потренировать с джагглами. Очень удобная вещь. Хотя джагглы смотрятся несколько странно в игре с акцентом на реализм. Но это мелочь. Однако не стоит забывать про броски или про комбо-связки, многие из которых идут с миксапами. Игра натурально местами бешеная становится и станет настоящим испытанием вашей реакции. А вот если вы решитесь попробовать ее пройти, она станет испытанием скорее вашей нервной системы. Комб здесь откровенный садист. Зачастую он просто будет стоять как вкопанный, даже не дергаясь, пока вы не нажмете какую-то кнопку. Ну или вообще начнут дразниться. Да, это можно сделать, если многократно нажимать блок. На бой никак не влияет. Вы думали, что Гис Хауарт или Ругл Бернштайн сложные, а теперь представьте, что пол игры из них состоит. Да, здесь сложность настолько высокая. В режиме выживания вы, например, дай боже, до третьего-четвертого бойца доживете. Да что там говорить, если зайти в опции в Сатурн-версии, аркадная сложность идет после харда. Так что только мультиплеер. Ну или переключайтесь на изи, я вас предупредил. А что же там с этим хваленым сюжетом, спросите вы? Ну, на самом деле он довольно прост, но не лишен своего шарма. В первую очередь у нас тут никаких каратистов, но и в то же время никакой лютой фантастики. Но турнир тут есть, да? Хе-хе-хе. В общем, недалекое будущее. Всем криминалом в Токио руководят уличные банды. Главной из них была банда Soul Crew, предводитель которой недавно отбыл в мир иной. Видимо, кто-то помог. Свято-место, как говорится, пусто не бывает, и начались, само собой, разборки. Чтобы эти все разборки угомонить и при этом заполнить образовавшийся вакуум, некая группа RedRum организовывает бойцовский турнир между представителями наиболее влиятельных уличных группировок. Собственно, вот вам и весь замес. На турнир приходят восемь лидеров банд, каждый по своим причинам, со своими мотивами и скелетами в шкафу. И что называется, понеслось. Как я уже отметил, непосредственно в игре, по крайней мере в Сатурн и ПК-версиях, два сюжета. В аркадной версии главной героини является Йоко, у которой пропал брат, которым оказывается финальный босс игры Red Eye. Ему промыли мозги эродрамовцы. Явно очевидно, что они собрали турнир, чтобы устранить оппозицию одним махом и захватить власть. В Сатурн-режиме сюжет уже более открыт, и у каждого персонажа своя концовка. Йосако Кудо, лидер банды байкеров Neo Soul из Ханеды. Как понятно из названия, пытается следовать духу и заветов банды Soul Crew. Собственно, раньше в ней и состоял. В бою пользуется трехсекционным посохом. Что-то вроде протагониста второго сюжетного режима. По характеру типичный наивный анимешный кун. Верит справедливости и свободу. Считает себя обязанным воскресить старую банду и навести порядок. Джо Инагаки, лидер банды Босозоку, Шинджуку Мэт. Бывший номер два из Soul Crew или соперник Йосако. По сути, мало чем от него отличается, разве что более импульсивный. В бою используют нончаки. Торо Курасава – жестокий и беспощадный предводитель только пацанской банды хардкорных парней из Рапонги. В бою используют деревянный меч. В древних времен в контрах с Soul Crew и после их распада решил во что бы то ни стало захватить контроль над всеми бандами. И лично отомстить всем, кто был связан со старой бандой. А именно Йосаку за прошлые обиды. Также находится в плохих отношениях с Наги Ходжо. Известная также как опасная королева или неистовая лесбиянка. Без шуток, так в гайде написано. Ну или фанаты чего-нибудь своего в кавычках перевели. Лидер феминистической женской банды Догма. В бою использует Саи. По характеру избалованная садистка. Не задумывается о последствиях своих действий. Будучи лесбиянкой, часто засматривается на Лиза Кусанами. Лидер интернациональной банды Орхидеи, которые также включают музыкантов. Сама играет на барабанах. В бою использует две металлические палки. По натуре строгая и одновременно взбалмошная. Выросла она в богатой семье, но довольно-таки строгой. В конфликт влезла по большей части лишь из-за своей банды. Хочет добиться для них, так сказать, места под солнцем и чтобы их никто не трогал. Хироши Томми. Лидер банды скейтеров из Шибуи. В бою использует палку. Наполовину американец. Ему на эти всякие воины банд как-то начихать с высокой колокольни. Он участвует в турнире только потому, что влюблен в Лизу. Которые на него, естественно, насрать. Сабуро Займоку. Тоже бывший выходец из Soul Crew. Но давно, так сказать, отошевший отдел. И спокойно работающий где-то на стройке. Колотил банду, чтобы оберегать своих парней рабочих. По натуре добряк. Хотя и орудует огромным молотом. Йоко Коно. Центральная фигура аркадной версии. Лидер G-Troops. Банды, состоящие из любителей милитаристских игр. Отсюда их внешний вид, экипировка и военная выручка. Место лидера Йоко заняла после пропажи своего брата Кена. Которым окажется финальный босс. Холодна, расчетлива, спокойна. В бою используют тонфы. А вот, собственно, и весь ростер бойцов. Да, всего 8 штук. Босс это клон Йоко. Не много, зато они куда как лучше продуманы, чем в большинстве файтингов того времени. Особенно в 3D. К тому же они, как и сеттинг игры и тамошней локации, максимально приближены к реальности. Насколько это вообще можно было сделать в файтинге. В этом, наверное, ключевая особенность нарративной и стилистической составляющей этой игры. Да, тот же Virtua Fighter был более реалистичен. Да тамошние персонажи были просто ходячими стереотипами, без какой-либо истории или сюжетной подоплеки. А в Fighting Vipers наоборот с этим переборщили, и многие персонажи выглядели как натуральные фрики. Веселые, но фрики. Здесь нашли, скажем так, золотую середину. И отлично это обыграли. На них нет какой-то прям реально странной одежды, к примеру. В Японии, мне кажется, вполне реально было встретить людей, одетых в такое. Локации также взяты с реальных мест с Токио, что еще добавляет аутентичности. Ну а про графику я вообще не знаю, что сказать. До 96-го года аркадная версия просто сносит крышу. Модельки персонажей по сравнению, например, с тем же Текеном, это небо и земля. На Сатурне, да, пришлось их сильно урезать. Но вот в ПК и PS2 версиях все вернули на свое место. Музыка хоть и простенькая, но вполне подходит игре. Озвучки в игре достаточные. У персонажей есть несколько уникальных победных пост со своими фразочками. Да и в финале они любят поговорить немного. Порадовали звуки ударов. Они очень сильно напоминают звук удара хрустом или кнутом. Которые лично у меня вызывают такой своеобразный эффект. Однажды в детстве, когда я был в деревне в гостях у тетки, один из соседских пацанов принес отцовский кнут и махал им сдури. Болван. И вот как человек, получивший по руке такой вот удар, поверьте, это не самое приятное ощущение. Короче, в игре уделили внимание всему, даже самым мельчайшим деталям. Например, в игру добавили эффект движения для оружия, ибо тестеры жаловались, что взмахи настолько редские, что они не успевали за ним следить. Или на экране выбора персонажей, и они с ехидной или озлобленной ухмылкой посмотрят друг на друга во время выбора. Но игра, конечно, не без своих огрехов. Я уже упоминал про дикую сложность, к примеру. Также, несмотря на проработку сюжета и персонажей, вы этого почти не увидите в самой игре. Да, тут есть диалоги и даже анимешные катсцены, но они лишь в конце и зачастую идут секунд по 10-20. Практически все, что я описал, вам было взято либо из гайдов, либо из манги. В самой игре этого, к сожалению, нет, что, безусловно, упущение. В остальном, вроде все отлично. Геймплей динамичный, с хорошим отзывчивым управлением, даже кнопка блока особо не выбешивает, с простой понятной боевкой, низким порогом вхождения и в игре достаточно разнообразных режимов. Графика тут шикарная для своего времени, да и сейчас смотрится вполне неплохо. Звуковое оформление также не отстает, да и в целом эстетика игры на очень высоком уровне. По итогу, я смело ставлю игре 9 баллов из 10. Это однозначный мастхэв не только для любителей жанра, но и для любого игрока в целом. Отличный файтинг, рекомендую к ознакомлению любым способом. Предпочтительно, конечно, аркадную версию, ну или версию The PlayStation 2 на крайняк. Сатурн, только ради дополнительных режимов или из сюжетного режима. Ну а на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете о сегодняшней игре, рассказывайте о канале друзья. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!